Радуга-3 Радуга-3 В борьбу за победу вели 9 представителей северных муниципалитетов Самарской области. Наш район представляла сотрудница телекомпании «Радуга-3» Екатерина Фарисей-Ермакова. О том, как сложился конкурс, смотрите в нашем первом сюжете. Россия, 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 новенькая, моя и родная страна, Россия. Девять участников, девять северных районов области, несколько десятков человек встретились 8 июня в здании районного дома культуры, чтобы выявить лучшего из лучших. В минувший четверг здесь прошел межмуниципальный этап акции «Где родился, там и пригодился». На сцену в этот день вышли обычные жители села, далеко не артисты, не привыкшие быть в самом центре внимания десятков зрителей. Однако волнение не смогло испортить ни выступление, ни боевой настрой участников. За победу 8 июня боролись представители Шанталинского, Челновершинского, Елховского, Исоклинского, Клявлинского, Кошкинского, Камышлинского, Похвестневского и, конечно, Сергиевского районов. Наш район на акции представила сотрудница телерадиокомпании «Радуга-3» Екатерина Фарисей-Ермакова. Мы специальной и большой подготовки не проводили, мы просто постарались рассказать о том, что удалось сделать за несколько предыдущих лет, за время моей работы на Сергиевской земле, на сельской территории, ведь где родился, там и пригодился. И постарались побольше рассказать именно про молодежные направления. Вот и, пожалуй, в этом заключалась наша работа, наша подготовка. Надеемся, что у нас получится красочно, доходчиво. Во всяком случае, это точно будет от души. Теперь сегодня у нас очень ответственное дело представить весь Сергиевский район. К нам уже приезжают наши соседи, все дорогие лица, уже по акции знакомые, всех рады видеть. Ну и постараемся не подвести родную землю. Здесь читали стихи, пили песни, разыгрывали спектакли, показывали выступления дзюдоистов, посвящали в рыцарей. Свои оценки члены жюри выставляли, оценивая творческие способности участников и их желание показать себя. Огромное количество молодых людей участвует с хорошим настроением, с большим желанием. А количество людей, которые отдают за них голоса, вот только на этом межмуниципальном этапе перевалило за 200 тысяч человек. Это говорит о том, что практически вся область включилась в реализацию этого замечательного дела. Здесь представлено очень много людей, которые, ну скажем так, представители своих профессий. Кто-то творчеством как бы не занимается профессионально, поэтому у них это любительски получается. Да, поэтому будем, конечно, оценивать по достоинству, будем стараться всех оценить правильно. Каждый из более чем тысячи участников основная мотивация это сказать, что люди, я есть, я делаю, я хочу делать, я люблю свою землю, я хочу строить свою жизнь именно на ней и не хочу никуда уезжать. Вот вы понимаете, очень важно, чтобы молодежь это сказала, а молодежи важно, чтобы это услышали, чтобы ее видели, чтобы они знали. Вот в этом основной смысл акции. Героями акции являются не только ее участники. Немаловажную роль сыграла в этом деле группа поддержки каждого муниципалитета. С самого начала зал был заполнен не только обычными жителями. Поддержать своих кандидатов приехали родные и близкие, друзья, главы районов. Акция объединила всех в одну большую дружную семью. Большое спасибо району за поддержку. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Большое спасибо тем, кто участвует в контакте, в одноклассниках. Горжусь дочерью, гордимся всей семьей. Очень рада, что она не только в себе это все держит, она пытается воплотить это все в массы. Максимальная оценка, которую участники могли получить за визитную карточку, составила 800 баллов. Однако для подведения общего итога, ко всему прочему, члены жюри суммировали голоса, полученные участниками, на межмуниципальном этапе голосования и оценивали портфолио. В результате, по итогам данного этапа, в финал вышли три участника из Сергиевского, Челновершинского и Камышлинского районов. Помогали коллеги, очень сильно была поддержка педагогического коллектива, поддержка района. Мы работали не только именно конкретно нашим педагогическим коллективом или только нашими детьми, но также задействовали для репетиции детей из других школ. То есть мы готовились все вместе, дружно, как одна единая команда. Для меня стала задача показать, не то что учитель, быть учительным хорошо, это одна из задач, но самое главное показать, что и на деревне жить хорошо, что на деревне можно реализовать те проекты, которые легко можно воплотить в городе. Деревне тяжело, но это осуществимо. И показать, что жить на деревне довольно-таки хорошо. Есть перспективы, которые могут появиться внезапно. То есть мы их сами можем создать ту самую перспективу. Первое почетное место, став абсолютной победительницей межмуниципального этапа, заняла наша землячка, сотрудница телерадиокомпании «Радуга-3» Екатерина Фарисея Ермакова. А это значит, что в сентябре Сергийский район проявит себя в финале акции в городе Самара. Хочу точно сказать, когда вышла на сцену, увидела много-много знакомых, родных глаз. И вот здесь, как рукой, все волнение было просто снято, исчезло и спарилось. Когда ты понимаешь, что такая поддержка из зала, из района, из моей родной Сергеевской земли по-другому выступить невозможно. Других результатов добиться невозможно. Только вперед, это только золото. Мы таким образом выявляем таланты в своих отраслях, в своих профессиях, в своих направлениях. И даем возможность людям себя проявить и говорить спасибо. Потому что очень часто люди хотят именно вот это получить. Именно спасибо. Спасибо от руководства района, от руководства города, от руководства области. Да просто от людей. Спасибо. Потому что мы все очень любим свой край. Все очень любим свою профессию, свой город, свое окружение. И стараемся делать все во благо развития нашего края. Поэтому спасибо. Это очень правильно. Валентина Поликарпова, Руслан Зубарев, Антон Иванов. Информационная служба телекомпании «Радуга-3». С 1 июня прекратилась реализация единого социального проездного билета. Ему на смену пришла единая транспортная карта. Она начнет действовать на территории нашего района с 1 июля. Однако подать заявку на ее приобретение льготники могут уже сейчас. С 1 июля этого года льготники смогут воспользоваться социальной картой для проезда по Самарской области. Такую информацию сообщает Главное управление социальной защиты населения Северного округа. Ранее жители, имеющие определенные льготы, имели возможность пользоваться единым проездным транспортным билетом. Однако с начала июня его реализация была отменена. Использование социальной карты возможно лишь в том случае, если автобус будет оборудован специальным считывающим устройством. В настоящее время Сергийское АТП заключает договор с ООО «Транспортная карта» города Самары, что позволит установить специальные терминалы для пополнения счета карты и считывающего устройства в общественном транспорте уже к 1 июля. На сегодняшний день договор они прислали, сейчас прорабатываем, будем заключать. Стоимость одного терминала 18 тысяч рублей. Установят еще другие терминалы для пополнения этих социальных карт. Еще раз говорю, будет установлено в Сирийске, в Суходоле, в Сургуте и в Сироноводске. А там дальше видно будет, если где-то спрос, может быть еще где-то в крупном населенном пункте. В пункте установят терминал для пополнения социальных карт. Право на приобретение социальной карты имеют определенные категории граждан. Это граждане, имеющие льготный статус по законам Российской Федерации и Самарской области. Лица, имеющие статус почетный донор России, почетный донор Советского Союза. Пенсионеры, не имеющие льгот. Родители-опекуны, попечители детей с ограниченными возможностями здоровья. Лица, сопровождающие инвалидов первой группы. Социальную карту можно оформить в Управление социальной защиты населения по адресу Село Сергиевск, Советская, 50, кабинет 201. Для того, чтобы ее оформить, нужно будет предоставить нехитрый пакет документов. Паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право льготы. Это либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение ветерана труда федерального значения Российской Федерации, ветерана труда Самарской области. Для инвалидов документом-основанием будет являться справка в ТЭК. Еще нужно будет предоставить фотографию 3х4. Для того, чтобы осуществлять проезд по области с помощью социальной карты, необходимо пополнить ее счет на 270 рублей. В том случае, если на следующий месяц вы планируете пользоваться общественным транспортом. Этой суммы хватит на 60 поездок. Один вопрос в том, что, во-первых, это людям выгодно. То есть, человек, если едет с дальних населенных пунктов, с того же Кандабулака в Сергиевск, практически за один раз проезжает, там, цена билета свыше 100 рублей, практически за один раз он потратит столько денег, сколько будет тратить на 60 поездок, если купит эту карту. Поэтому, я думаю, людям, так сказать, бояться этого не надо. Социальных карт службы социальной защиты без вопросов будет выдавать. Терминалы будут установлены и терминалы будут в автобусе. Я думаю, что людям будет выгодно. Пакет документов на приобретение социальной карты можно предоставить уже сейчас. На сегодняшний момент ее оформило уже около 400 жителей Сергиевского района. Валентина Пликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3». 12 июня нас ожидает не только выходной день, но и праздник, причем двойной. Мы будем отмечать День России, а также День села Сергиевск. Однако праздничные мероприятия запланированы на 11 число. В воскресенье в 17.00 в районном Доме культуры «Дружба» состоится праздничный митинг «Россия – это мы». В программе вручение паспортов юным гражданам района, фестиваль «Казачий холм», награждение выступления победителей межпоселенческого фестиваля самодеятельного народного творчества «Сергиев-Родник». С 17.00 до 20.00 для гостей праздника будут организованы работы площадок. Среди них боти-арт, аквагрим, березовая поляна, мастеровая, национальная улица, исторические площадки. С 18.00 до 19.00 в РДК «Дружба» состоится концерт «Серьевская раздолье». В программе награждение победителей ежегодного конкурса по благоустройству и озеленению села «Серьевск». Чествование молодых семей. С 20.00 до 23.00 дискотека для всех желающих. С началом летних каникул в 13 образовательных учреждениях муниципалитета открылись лагеря дневного пребывания. В течение четырех ближайших недель на их базе оздоровления и досуг пройдут около тысячи ребят. Программа у детей самая разнообразная. Помимо подвижных игр и всевозможных конкурсов, их ожидают и интересные экскурсии. Все сделано для того, чтобы школа для детей была вторым домом. Почему шагаем дружно в ряд? Это наш отряд! Почему шагаем дружно? Потому что ей нам нужно! Что нам шторм и буря с градом, если мы плывем отрядом? Девиз, в полной мере демонстрирующий единение и дружбу. Качество, являющееся неотъемлемой частью любого школьного лагеря. Едва завершился учебный год, на базе второго здания Сергеевского образовательного центра открылся лагерь дневного пребывания «Солнышко». В данный момент ежедневно, помимо выходных, его стены посещают 150 ребят, учащихся начальных классов. Занимаются они самым разнообразным видом деятельности. Утром начинается, как обычно, с линейки, далее идет зарядка. И с 10 часов дети начинают ходить по маршрутному листу, который они получают на линейке. То есть это и занятия по изобразительному искусству, и спортивные часы, и музыкальные часы. Ну и, как правило, выходы за пределы лагеря в ДК, в библиотеку, либо в МЦДУ. Естественно, некоторые из ребят с наступлением июня хотят провести время вдали от школы. И это нормально. Но для многих учебные заведения и в период летних каникул становятся местом для отдыха и досуга. Преимущество пребывания ребенка в школьном лагере налицо. Из очевидных – полноценное питание два раза в день, непрерывный воспитательный процесс и, конечно же, общение со сверстниками. Кстати, именно на последнем из пунктов особое внимание заострили сами ребята, назвав его первостепенной причиной, почему они решили провести первые дни летних каникул именно в стенах родной школы. Потому что дома скучно, и у меня пошли много друзей. Мы ходим на разные экскурсии. Я пошла в этот лагерь, потому что в него пошли много моих друзей. Мне тоже захотелось с ними общаться, не хочется расставаться на все летние каникулы. И чтобы с ними тут вместе играть, сюда можно приносить свои игрушки и в них тоже играть. Сегодня вот мы, например, играли в мячик. Подвижные игры – важная составляющая отдыха детей. Вообще же, с самого утра их день расписан буквально по минутам. Но сделано это настолько тонко, что за игрой и незаметно плана. Занимаются с ребятами вожатые – старшеклассники, для которых подобное занятие – скорее призвание, желание в будущем стать педагогом. У меня это очень получается. Мне очень повезло с детьми. Детям нравится, как я с ними обращаюсь, мое отношение к ним. Бывают у нас с ними разногласия, но все-таки я справляюсь. Они меня понимают, я их тоже понимаю. Помимо всего прочего, пришкольные лагеря дневного пребывания – отличная возможность для родителей избежать так называемой головной боли за свое чадо. Ведь здесь ребенок находится постоянно под присмотром. В этом году с наступлением июня подобные лагеря открылись в 13 образовательных учреждениях района. Это больше, чем в прошлом. Антоновка присоединилась к нам в этом году, Светлодольск вернулся к нам. И вот за счет этого нам удалось увеличить. Охват у нас, правда, остался на прежнем уровне. 900 детей, как и в прошлом году, будут отдыхать и оздоравливаться в лагерях дневного пребывания. Присутствует в школьных лагерях и обязательно медицинское сопровождение. Сотрудники Сергиевской центральной районной больницы неотступно следят за состоянием здоровья ребят. Практически не возникает проблем и с питанием. Меню единое, достаточно сбалансированное, согласованное с Роспотребнадзором. Конечно, немножко не хватает денежных средств для того, чтобы было побольше фруктов. Ну, я думаю, что в этом году мы добавили из местного бюджета, чтобы хотя бы через день фрукты на столе у ребятишек были. Продолжительность смены – 18 рабочих дней. Завершится работа лагерей дневного пребывания 27 июня. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Умеренно тепло и немного дождливо. Погода в ближайшие выходные и праздничные дни порадует нас разнообразием и чем-то напоминающим лето. С одной стороны, наконец-то температурные значения порадуют всех нас, соскучившихся по летней погоде. Так, в субботу-воскресенье, следующий праздничный понедельник, она будет составлять примерно 19-20 градусов тепла, что, по крайней мере, лучше, чем 10 в предыдущие дни. Правда, в воскресенье возможны осадки и падения температуры до плюс 17. Юго-восточный ветер 12 июня сменится на северный, но пока особо не похолодает. Данный прогноз, естественно, предварительный, все еще может измениться. 5 июня на Суходорском стадионе «Олимп» прошли традиционные соревнования на призы «Кожаный мяч». В этот раз борьбу за победу вели младшие юноши команды 2006-2007 годов рождения. Серьевский район представляла команда под руководством Джамиля Миночева. Этот турнир имеет традиции, уходящие далеко в середину прошлого века. С 60-х годов на футбольных полях, сначала Советского Союза, а затем России, ежегодно разыгрывается детско-юношеский футбольный турнир с участием самых талантливых, перспективных и амбициозных. «Кожаный мяч» когда-то зародился при непосредственном участии лучшего голкипера мира – Льва Ивановича Яшина. В Серьевском районе каждую осень проходит турнир памяти величайшего вратаря, поэтому не случайно, что и соревнования на призы клуба «Кожаный мяч» завсегдатые на Серьевской земле. В нынешнем году игра отборочного этапа в Самарской области проводится в нескольких возрастных категориях. Первыми в борьбу вступили команды 2006-2007 годов рождения. 5 июня полуфинальные игры проводились в Жигулевске, Новокуйбышевске и Суходоле. Причем турнир, состоявшийся на стадионе спортивного комплекса «Алим» был самым представительным. Здесь борьбу за две путевки в финал вели шесть команды – Серьевского, Кошкинского, Нефтегорского, Кенечеркасского районов, а также городов Отрадный и Похвестнева. Шесть претендентов были разбиты на две подгруппы. Хозяев поля представляла команда, ведомая тренером Джамилем Миночевым, которая дебютный поединок проводила против соперников из села Кошки. Наш коллектив на протяжении всей встречи имел заметный территориальный перевес, но долго не мог его воплотить забитые мячи. В итоге в концовке первого тайма Серьевцам удалось открыть счет, а на старте второго удвоить преимущество. Казалось, победа уже в кармане, но гости упирались до последнего. В итоге их настойчивость увенчалась успехом. Два ответных мяча принесли соперникам по одному очку. Ничья 2-2. Первое место в данной группе определялось уже в матчах с участием коллектива из Похвестнева. Серьевск выступил отменно, переиграв Похвестневских футболистов со счетом 11-3. А вот юная Кошкинская команда совладать с оппонентом не смогла, в итоге завершив турнир с одним очком в активе. Похвестнева с тремя баллами стал вторым, а Серьевск набрал 4 очка, завоевав первое место в группе. В другой группе выступали команды из Нефтегорского, Кенель-Черкасского районов, а также города Отрадный. Первое место в напряженной борьбе за юными футболистами из Нефтегорского района. В итоге Серьевск и Нефтегорск вышли в третий этап, игры которого состоятся 28 июня в городе Новокуйбышевск. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На этой неделе стартовал и чемпионат Серьевского района по футболу. Борьбу за победу поведут в этом году 6 коллективов. В первом матче сошлись две команды, которые претендуют в этом сезоне на многое – «Нефтяник» и «Сургут». Новый чемпионат, новый вызов, новые лидеры. Сезон 2017 года в Серьевском футболе начинается с неожиданностей, причем каких – команда «Скиф», многолетний и неподтопляемый чемпион – на сей раз участвовать в турнире не будет. Прошлогодний «Триумфатор» решил пропустить один год, дав тем самым возможность другим коллективам побороться за звание сильнейшего. Кто будет новым чемпионом, сказать сейчас сложно. Сразу несколько команд выглядят примерно равными по силам. И все же есть такие, которые выделяются на фоне остальных. К ним относятся буровые технологии, куда перешло сразу несколько футболистов «Скифа», а также «Нефтяник». Действующий серебряный призер имеет великолепную возможность наконец-то осуществить свою давнюю мечту и заполучить чемпионскую корону. Вот только для этого необходимо очки на родном месте не терять, что у команды уже в первом туре получилось достаточно плохо. Во вторник «Нефтяник» встречался с «Сургутом». Первый матч чемпионата выдался на редкость упорным. Гости, они выступали в форме желтого цвета, ни в чем не уступали «Нефтяникам» в первом тайме, даже создавая чуть больше опасных моментов. «Нефтяник», в свою очередь, все же был ближе к успеху, но до перерыва так и не смог забить. В одном из эпизодов «Сургут» выручила перекладину. В первом тайме болельщики голов так и не увидели, зато во втором футболисты порадовали зрителей яркой атакующей игрой. Началось все с настойчивости «Сургута» у чужих владений. После подачи с правого фланга защитник «Нефтяника» в борьбе с Евгением Кузнецовым направляет мяч в собственные ворота. Долго, однако, «Нефтяник» в роли отыгрывающихся не был. Спустя несколько минут «Синие» заработали право на 11-метровый удар, который четко реализовал Максим Якушев. Голкипер «Сургута» Юрий Курашов направление полета мяча угадал, но удар получился отменным. 1-1. Казалось, сейчас у «Сургута» начинается самая тяжелая пора, но тут сольный проход организовал Данил Бондарев, молодой футболист. Словно нож сквозь масло прошел через оборону хозяев и точным ударом во второй раз за вечер вывел свою команду вперед. «Нефтяник» обрушил шквал атак на ворота соперника, но Курашов пропускать никак не хотел. Пару раз голкипер выдал отменное спасение, и все же за несколько минут до финального свистка все тот же Якушев ударом из пределов штрафной площади спас свою команду от поражения. Ничья 2-2, которая не устроила никого. В рамках первого тура будет проведено еще две встречи, а на следующей неделе в туре втором состоится одно из интригующих противостояний сезона «Нефтяник против буровых технологий». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем им слово. Рассчитывают на Самару. На встрече с губернатором руководство компании «Шнайдер Электрик» заявило, объем производства в 63-м регионе в этом году будет увеличен на 25%. В планах запуска новых проектов, а это означает большее отчисление бюджет и новые хорошо оплачиваемые рабочие места. У нас программа расписана на определенный период времени, то есть то, что сейчас делается, это только первый шаг. Дальше мы будем дополнять гаммы нашего оборудования, причем это будет электротехника, автоматизация будет, солнечная генерация у нас. Самое высокотехнологическое, что есть у такой глобальной компании, как «Шнайдер Электрик» со всего мира, мы привозим в первую очередь в Самарскую область сейчас. На встрече с губернатором с руководством компании «Балтика» речь шла о перспективах предприятия. В 2016 году в региональный бюджет было отчислено 9 миллиардов рублей. Отмечу, что ровно год назад на этом форуме бизнесмены выразили опасения по поводу перспектив предприятия в связи с ограничением на продажу пива в Петтаре. Однако объемы уменьшились всего на 10%. За помощь в ведении бизнеса руководство компании поблагодарило губернатора. «Балтика» по-прежнему будет активно работать в регионе. В этом году планируют перечислить бюджет в 8 миллиардов 800 миллионов рублей. «Мы продолжаем инвестировать, естественно, в наш завод в Самаре. В этом году сумма составила 100 миллионов. Ваш представитель присутствовал на открытии новой линии». В первый день работы форума губернатор подписал порядка 10 соглашений. Одно из них с компанией «Коалка Девелопмент». Компания занимается инновациями в различных сферах. «Они предложили варианты очень хорошие, продвинутые. Это их ноу-хау в области ЖКХ. Новые приборы учета, где особенно у нас они не установлены. Это очень простой вариант, очень дешевые варианты и очень точный учет». На встрече с бизнесменом Марком Аркадьевичем Курцером обсудили строительство многофункциональной клиники «Мать и дитя». Центр будет, что называется, полного цикла от решения проблем бесплодия, диагностики и лечения заболеваний всех членов семьи. «Проект очень важный для людей и для Самарской области. Может быть, там не только будут, скажем, пациенты в Самарской области, а может быть, и в соседних регионах. Сейчас добавляется оборудование. Тоже новость дополнительная, еще более, скажем, современная и для более широкого спектра обследований людей. И для нас это будет такая базовая точка в медицине, которая будет и притягательной, и престижной. И то, что сроки достаточно короткие, все это делается, это тоже хороший пример в реализации других проектов». Клинику откроют в начале 2018 года. Проект реализуется в рамках государственного частного партнерства. Инвестиции составили более трех миллиардов рублей. Отмечу, что Самарская область – один из лидеров в стране по ГЧП. Основные средства сосредоточены как раз в медицине. «Очень хороший инвестиционный климат, поддержка губернатора и правительства. Более того, мы сейчас в кулуарах экономического форума. Экономические форумы – это всегда новые проекты, новые масштабные проекты. Мы обсуждали возможность еще дополнительных инвестиций в Самарскую область и развитие после 2018 года нашего медицинского присутствия». «Крым есть Крым», – сказал губернатор Самарской области после подписания соглашения с руководством республики. Напомню, субъекты уже активно сотрудничают, и это особо поддерживает самарцы. В 2014 году буквально за месяц жители региона собрали более 60 миллионов рублей на помощь подшефному Сакскому району. На эти средства привели в порядок в том числе знаковое для местных место – мемориальный комплекс в селе Геройском. Он один из самых крупных в России – 14 гектаров. В июне 2014 объект посетил Николай Иванович Меркушкин. Сейчас жизнь на полуострове стремительно меняется, строятся дороги, возводится инфраструктура. Все больше внимания республике оказывают инвесторы, и, что немало важно, туристы. Если в 2014 году из аэропорта Курумыч на полуостров отправились около 11 тысяч человек, то в 2016 поток авиапассажиров увеличился практически в пять раз. ЖД-услугами воспользовались около 30 тысяч туристов. По прогнозам спрос и в этом сезоне сохранится. Мы сегодня формализовали наши давние дружеские отношения. Здесь хочу Николаю Ивановичу спасибо сказать жителям Самарской области за большую помощь, оказыванную непосредственно Сакскому району республики Крым. Большая работа совместно проделана, в том числе и в патриотическом воспитании молодежи. Мы совместно там сейчас работаем, восстанавливаем памятники Великой Отечественной войны. Ну вот знаете, как братские отношения такие, они как раз дают возможность не только идеологические проекты, но и экономические реализовывать. Вот мы сегодня подписали соглашение, но еще раз только формализовали. А работа на самом деле идет уже давно, команды общаются между собой. И огромное спасибо еще раз, Николай Иванович, вам за все, за поддержку, за все, за понимание. Ну и для нас очень важное соглашение. Крым – это есть Крым, это и политический, и экономический, и для отдыха. Сейчас у нас много уже людей летают в Крым отдыхать, и этот процесс будет неумолимо двигаться вперед. И тесные отношения, в том числе сейчас и в экономике мы потеснее будем, с Сакским районом дальше продолжим активную работу. Это только даст плюс и нам, Крыму, и стране нашей. Сотрудничать еще теснее будет Республика Беларусь и Самарская область. В 2016-м товар оборот составил практически 298 миллионов долларов. И по сравнению с 2015-м годом увеличился на 15%. Растут показатели и сейчас. Губернатор Самарской области и чрезвычайный полномочный посол Республики в России договорились расширять контакты. Речь идет о поставках пассажирской техники, в том числе к Чемпионату мира по футболу, о взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности. Посмотрите, какие производства можно было бы предложить в Тольятти. Сейчас у нас территория ближайшего развития, условия очень хорошие. Предложение беларусам понравилось. Уже в ближайшее время стороны проработают конкретные варианты. Наш регион очень инвестиционно привлекательный сегодня. Губернатор был очень плотный график, было очень много встреч, которые все закончились какими-то конкретными результатами, договоренностями. Подписано много соглашений о начале работы, о продолжении работы. Поэтому я считаю, что очень эффективно поработали. Видно, что форум набирает обороты. Много больше компаний присутствует здесь. Много приехало иностранных компаний. Поэтому я считаю, что будет положительный эффект от такой вот работы благотворной. О популярности Самарской области можно судить и по пройденному делегации и расстоянию. Более 15 километров ежедневно. Это свыше 20 тысяч шагов, оказавшихся столь важных для региона. Самарская область на этом форуме совершила большой шаг вперед. Вперед к развитию региона. Николай Иванович Меркушкин и Геннадий Андреевич Зюганов на форуме обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе в целом и положение на автовазе в частности. В ходе разговора речь зашла и о митингах, которые организовывает Самарский горком КПРФ. В частности, о том, что некоторые представители самарских коммунистов для достижения собственных целей объединились со сторонниками Алексея Навального. Лидер КПРФ отметил, что союз с такой оппозицией может быть для России смертельно опасен и заявил, что в регионе работают известные деятели партии. Они в состоянии поправить ситуацию. Мы официально давно заявили, что никакого близкого союза у нас в Навальщины не может быть. Потому что Навальщина, русофобия, антисоветизм и компрадорская олигархия главная угроза сегодня для безопасности страны. У нас в Самаре работает депутат Калашникова. Он прекрасно знает и великолепную позицию проводит на телепедии с дачи. Романов Валентин один из самых талантливых депутатов. Обратитесь, они вам разъяснят. Если там какие-то зигзаги и вывихи, это они поправят у нас грамотная организация. Сработали более чем на 100. По итогам выполнения социально-экономических показателей муниципалитет региона получит из областного бюджета более 249 миллионов рублей стимулирующих субсидий. В апреле наиболее высокие результаты у Чапаевска, Сызрани и Тольятти. Это значит, что эти городские округа получат 7 миллионов, 18 миллионов 800 тысяч и около 65 миллионов рублей соответственно. Самара, выполнив показатели на 96,7% получит 24 миллиона 700 тысяч рублей. Среди районов в лидерах Шигонский, Красноармейский и Кошкинский, а Шанталинский, Клявлинский и Пестравский до плановых показателей не дотянули. Вообще в апреле сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые в трех из десяти городских округов, в 15 из 27 муниципальных районов и в 131 из 296 городских и сельских поселений. Напомню, система стимулирующих субсидий была введена с 2013 года в рамках исполнения послания губернатора Самарской области. В этом году на эти цели в бюджете региона предусмотрено 3 миллиарда 122 миллиона рублей. Полученные средства муниципалитеты могут потратить на решение важных для территории проблем, на благоустройство, ЖКХ, дороги и другие вопросы местного значения. Во время питерского форума губернатор объявил имя нового главного тренера «Крыльев Советов». Им стал Андрей Тихонов. Для Самары этот человек уже сделал достаточно много. Например, помог завоевать бронзовые медали в 2004 году. Вообще Андрея Тихонова, пожалуй, знают болельщики всех клубов. Легендарный футболист с 1992 года играл за московский «Спартак». Был его капитаном и своеобразным символом. С 2000 по 2004 год выступал за «Крыльев Советов», а в 2008 был играющим тренером команды. Входил в тренерские штабы «Спартака» и футбольного клуба «Краснодар». С 2016 главный тренер «Енисея». С ним клуб провел свой самый лучший сезон, завершив его на третьем месте в ФНЛ. Губернатор отметил, перед новым тренером стоит непростая задача. Это не только вывести вновь клуб в премьер-лигу, все-таки Самара футбольный город, но и выстроить новую систему подготовки игроков. Нельзя постоянно покупать дорогостоящих футболистов, необходимо растить свои таланты. Условия для этого в регионе создаются. Активно строятся спортивные объекты, детские школы получают финансовую поддержку. Он готов работать не один год, если все будет нормально складываться. Это для и клуба, и для детского футбола. Он с молодежкой всегда хорошо работал, он с детьми хорошо работает. И, естественно, у него уже сегодня есть опыт, тем более он знает нашу специфику. Есть наработанный опыт, который позволит команде нашей помочь. Были и другие варианты, желающие были другие, сами заявлялись. Но мы пришли к выводу, что Техно будет вариант лучший для клуба. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. В субботу 10 июня на территории Сергийского района ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер западный. 1 метр в секунду. Ветер западный. 1 метр влажность. 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 Продолжение следует...